Всем огромный привет! В этом видео хочу показать зимние ароматы, свои зимние парфюмы. И я хочу начать с аромата, который, наверное, чаще всего я использовала это зимой. Это Монгерлен. Это туалетная вода. И, извините, записывала ночью. Уже, правда, немножечко устала, но мне очень хотелось записать. Это туалетная вода. Я хочу сказать, что столько уже лет этот Монгерлен в продаже, и мне надо было как-то побольше поизучать именно фланкеры этого аромата, потому что флагманский аромат мне не подходит категорически. Там очень много вот этого сладкого, чего-то такого, ванили, сочетание ванили с лавандой. Оно вроде бы такое классное и современное, и вроде бы приятное, но меня очень-очень сильно душило вот этот ваниль. Здесь же добавлены цитрусы, естественно, лаванда. И вот этот вот сладкованильный аккорд, он в разы уменьшен. То есть я считаю, что здесь где-то 50 на 50. Если там, наверное, 70 на 30, я имею в виду, ванили 70, лаванда 30, то здесь вот как-то так. И это очень носибельная для меня версия. Еще мне очень нравится Монгерлен флораль. Ну вот как альтернатива, допустим, на весну, может быть, его можно использовать. Ну, у меня пока что есть вот эта туалетная вода, и она мне очень нравится, очень комфортная. И я ее могла носить, могу точнее носить даже, просто просыпаясь с утра, вот, чтобы просто сразу же поднять себе настроение. Очень классный аромат. Вот, это вот именно вот эта вот туалетная вода. Кстати, ее именно туалетную сняли с производства. На многих сайтах она стоит сейчас очень-очень недорого. Ну, видимо, может быть, пытаются как-то распродать остатки. Ну, классно. Еще один аромат, который у меня был в ходу вот этой зимой, ну, как-то больше с Нового года, вот так, на новогоднюю ночь я его надевала. Это Сабатору Феррагамма Амо. Ну, это аромат-праздник. Он пахнет, вот сразу же, у меня теперь ассоциация с ним с Новым годом. Ну, потому что Новый год, новогодние праздники. Кстати, в этом году я не достала, как ни странно, пьюр-пойзон. Обычно я его достаю, это у меня был такой зимний парфюм, и вот на тебе. В общем, ну, может быть, в следующий раз. Или весной. В общем, вот здесь просто аромат-праздник, аромат настроения. Здесь тоже он сладкий, но для меня он не липкий, он такой воздушный. И вот эта вот сладость немножечко подернута таким травянисто-апельсиновым оттенком. Потому что здесь компари. В общем, очень такой настроенческий, молодой и комплементарный аромат. Мне он очень нравится. Ну, естественно, всегда найдутся те, кто не воспринимает вообще бренд, со которым фирогаммы считают, что это что-то может быть хорошего. Я тоже пользовалась, в общем-то, у меня был всего лишь один парфюм от этого бренда, ну, когда лет, там, 12 назад. И вот этот аромат, Инканто Шарм, и все, больше я ничего не покупала. Но вот этот аромат меня очаровал. Теперь, как-то, как-то раз зимой я выгуливала клема. Это, безусловно, такая зимняя история. Это винтаж. И причем сам винтажный вот этот аромат. У меня флакончик, кажется, 96 или 97 год, по-моему, вот этот флакон. Это туалетная вода. Тут очень такой спрей интересный. Послушайте, как он брызгает. Я не знаю, это вот это считается, газовый спрей или как. Тут написано, вот этот туалет, это майзер. Классные клема, очень нравится. Это аромат, во-первых, моего детства, потому что мама моя обожала эти духи. И она их с моих 5 лет регулярно повторяла, до моих 20 лет. И вот, кстати, именно вот такой флакончик был последним. И после этого она сказала, что все, клема уже не те. Ну, он мне показался менее стойким в сравнении с духами. Ну, в общем, и у меня этот аромат подарок. И для меня он периодически, знаете, хочется такое, что-то вот просто для себя. И зимой это цветочно-зеленый и альдегидный аромат. И зимой он, конечно же, очень красиво открывается. Но это вот такая вот классика. Не часто я, естественно, такое могу носить. И периодически, вот когда мне хочется, то просто вот с огромным удовольствием. Van Cleef & Der Pels. Это Orchid Vanille. Я вам показывала уже тоже. Я люблю этот парфюм. Этот теплый, такой согревающий, очень уютный аромат. Он пахнет ванилью пушистой, совсем не тяжелый. Ну, конечно, им можно переборщить, и тогда она может немножко так поддушивать. Но здесь какое-то такое деликатное все равно звучание ванильного аромата. Я считаю, ну, одним из лучших ванильных парфюмов. Для меня он вообще самый лучший. Вот, я его очень люблю. Здесь очень приятный такой сладковатый оттенок. Он может быть слегка древесный, но нет. Я вот все-таки откровенно древесный аромат не люблю. Но здесь вот очень-очень такое что-то приятное. Дома, в мороз то же самое. Классный аромат поднимал мне настроение. Вот этот вот парфюм, Zarka Parfum Purpurная молекула, у меня носится и зимой. То есть, если я вначале говорила, что в любое время, кроме зимы, на самом деле нет. То есть, вот этот для меня универсал. Вообще, я люблю этот аромат. Он пахнет черными какими-то ягодами. То есть, я не хочу там просто повторять пирамиду то, что там вроде бы как заявлено. Для меня это вот такие черные, типа черники, ягоды, ну сизые, может быть. Какая-то терпкость очень такая вот приятная. Она немножечко с зелеными акцентами. Очень много свежести. В общем, в этом парфюме есть все. Ну, все, что я люблю, мне кажется. И он и легкий, и в то же время такой вот интересный. Очень современный. Вот его я ношу, ну вот как и многие другие ароматы, довольно-таки тоже часто. Немного я выгуливала My Way от Armani. Классный. Он мне очень нравится на улице. То есть, для помещения все-таки этот парфюм громковат. Ну, вот если я куда-то собираюсь идти, и я знаю, что там где-то я буду вне помещения находиться, то зимой в холодном воздухе вот эта клубничная тубероза звучит просто потрясающе. Он, как и многие вот эти ароматы, которые я показала, тоже очень комплементарный. Естественно, поднимает настроение. В нем чувствуешь себя такой очень красивой, и на морозном, ну, даже просто на холодном воздухе он как-то вот звенит, и все это как-то так здорово. Мне он очень нравится. Теперь Narcisse Rodriguez Fuchio. У меня парфюмерная вода, я ее только недавно достала. Что-то меня на нее тоже как-то так потянуло. Ну, видимо, он уже пахнет по-весеннему, и когда очень хочется весны, то, в общем-то, к нему сразу же начинает тянуться рукав. Я обожаю этот аромат. Он пахнет какими-то вот весенними цветами. Ну, там, я знаю, роза есть какие-то, персики или что-то такое. Но больше он какой-то немножечко как ландышевый, что ли. Но это не вот этот ландыш серебристый там, или что-то там а-ля Диариссимы. Нет. Здесь вот интересное такое обрамление. Здесь сливочность есть какая-то. И в базе он слегка шипровый. Ну, для меня этот аромат вот... Он просто красивый, такой очень романтичный. Я его вообще люблю в межсезонье. Наверное, я просто таким образом стараюсь как бы подарить себе какое-то вот более какое-то весеннее настроение. Не знаю, что-то такое. Ну, мне он нравится. И еще аромат, который я совершенно недавно купила, это Айзенберг. Кстати, вот эта крышечка, она стеклянная или пластмассовая? Кто хорошо? Вот я не могу понять. Такое ощущение, что она как будто бы стеклянная. Меня это удивляет, потому что, ну, все-таки это очень круто, если это так. Вот. Ну, может быть, скорее всего, такая пластмасса. Айзенберг Back to Paris. Ну, парфюм... Я недавно буквально его купила, я вам показывала. Парфюм очень классный. И он мягкий. Мне нравится, что им можно пользоваться совершенно спокойно. Ну, как бы не задумываясь о том, что там переборщишь или еще что-то такое. То есть, очень комфортный. В то же время он интересный. То есть, это такая вот игра на полутонах. Вот эти акварельные, вот эти все переливы, которые свойственны, ну, я думаю, практически всем ароматам этого бренда. И здесь какая-то такая интересная сладость. И она совмещена. Там, по-моему, фужерное что-то есть. Ну, вот какая-то травность есть немножечко. Даже как будто бы лекарственный какой-то такой батон. Но, в целом, у аромата какое-то прикольное, немножко ностальгическое такое настроение. В то же время он совершенно не ретро. И, в общем, просто какой-то... Вот мне правильно написали, что такие стильные парфюмы. Я вот тоже так считаю. Мне нравится. Вот. И он меня как-то вот вдохновил. Так. Ну, и, в общем-то, хочу показать довершение ко всему. Аромат, который я, в общем-то, немного, но все-таки носила. Это Ангел Терри Мюглера. И это у меня духи. Вот здесь очень красивая вариация. Но она такая более медовая. Я даже не знаю, что красивее в этом парфюме. Это сама вариация парфюма. Либо вот этот флакончик. Флакончик, конечно, вообще оборожительный. Но мне нравится то, что вот в этой концентрации можно нанести буквально, вот, не знаю, микро капельку. Хотя он очень концентрированный. И, в общем-то, наслаждаться вот этим ароматом. Я его надевала в... Ну, вот, в 31 декабря. Ну, так буквально чуть-чуть. А на самый Новый год у меня был этот вот феррагамм. И еще когда-то там, после Нового года, тоже я его использовала. Но, тем не менее, пропустить я его не могла. Вот. Конечно, носилась там масса всего. Разнашивалась какие-то новые ароматы. Потом я носила те парфюмы, которые мне прислала Оксана. То есть я потихонечку расслушиваю, допустим, у меня уже есть некоторое мнение по ароматам 90-х, конец 90-х, начало 2000-х. Там, Эскадо Магнетизм, Миднайт Шарм, Диор, Хлоэ, Инносенс, Инносенс, по-моему, да. Затем еще какой аромат. Так-так-так-так-так-так. Мурмур Ван Клиффендер Пелс. Я планирую в ближайшее время рассказать об этих парфюмах. Вот. И такими блоками буду рассказывать о том, что я там наслушала. То есть, кстати, довольно-таки интересные наблюдения у меня насчет этих ароматов. Вот. Так что вот это у меня было в ходу. Я хочу, чтобы вы тоже поделились со мной, написали, какие вы ароматы носили вот этой зимой, что вам больше всего нравилось. И, как всегда, встретимся в следующих видео. Оставляйте комментарии. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока-пока. Пока-пока.